Представители знака Зодиака Водолей, Водолеи мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад цыганский пассианс. Лилит или черная луна в весах. С 29 июня 2024 года по 27 марта 2025 года. Траектория перемен. Давайте узнаем, что думают карты пассианса для вашего знака Зодиака и дополним наш расклад картами Таро. Это лилит или черная луна, олицетворение того, что служит побудительным мотивом к нашим действиям. Это где-то тайное желание, то, о чем мы не расскажем никому, то, что мы сохраняем в глубине нашей души, но все же то, что рвется наружу, то, что мы очень хотим осуществить. И это прекрасный период, как новая точка отсчета в последующих переменах начала эпохи Водолея. Мы не сумеем прожить всю эпоху. Нам довелось прожить только начальный период, но вот эти перемены, мои дорогие Водолеи, вы мы можете ощущать как-то по-особенному. Лилит в весах и весы – это у нас олицетворение, опять же, дипломатии и баланса. Лилит может обнажить некоторые аспекты нашей жизни для того, чтобы более гармонично вписать как раз вот эти тайные желания в реализацию, чтобы мы могли что-то осуществить. И от того, насколько мы будем честны и сами с собой, будет зависеть вот эта траектория перемен. Представьте себе на одну минуту, что судьба на самом деле нам всегда дает возможности. Они приходят к нам не таким путем, как мы ожидаем чаще всего. И если вы, к примеру, задумали приготовить какой-то волшебный десерт, вам судьба даст сырые ингредиенты, как сахар, муку, фрукты, молоко. Она вам даст соль, она вам может дать горчицу и перец. И от того, что вы примените, что вы выберете, от чего вы откажетесь, в каких пропорциях вы будете это использовать, от этого и будет зависеть конечный результат вашего продукта. Вот та наша мечта, как она может быть осуществлена. Мы сегодня сделаем на старинном цыганском раскладе такой прогноз. И больше эти маленькие карты в своем рандомном сложении могут олицетворять те события, с которыми вы можете столкнуться. Период достаточно большой, как я уже сказала. Давайте посмотрим, в какую сторону хотя бы какие энергии нам покажут карты. Карты спешат. Что-то нам рассказать выпрыгивают буквально. Я смотрю на те образы, которые будут совпадать. И вы, мои дорогие водолеи, тоже смотрите. Может быть, я что-то пропущу. Пишите, и мы это обсудим. Вам выпадает кольцо, и это символ прочного союза. А также вам выпадает, мои дорогие. Смотрите, подкова – это семейное счастье, это личное счастье. Поэтому какая-то ваша личная история, она не должна быть. Или пусть даже вы сейчас один или одна. Карты могут говорить как раз о том, что личную жизнь вы не можете забыть. Иначе счастье не будет всеобъемлющим. Может быть, у кого-то это проиграется как знакомство, мои дорогие. Или какая-то новость, потому что совпадает молния. Что-то неожиданное может по части личной жизни какие-то события как раз вас в этот период посетить. Или это ваше решение. Если, допустим, у кого-то были встречи, была дружба, она может перейти на новую стадию отношений. Что-то доброе, светлое на вашем пороге действительно так. Вот смотрите, дом, умиротворение, покой, комфорт, радость, взаимопонимание. Потому что редко, кстати, так бывает, когда совпадает и подкова, и костер – это символ домашнего очага, это наша семья. Это место как раз, куда мы приходим отдыхать. Это место нашей безопасности. Это место там, где мы можем быть сами собой. Там, где мы можем не суетиться, расслабиться. Или, может быть, у кого-то это совпадёт как раз с тем, что ещё и работа на дому будет. Может быть, кто-то будет менять, вообще как-то организовывать жизнь по-новому, когда вы будете работать удалённо. Может быть, я могу предположить и такое. Для кого-то это совпадёт с тем значением, что вы будете менять место жительства или заниматься вопросами дома. Дом, семья, покой, уют – это не совсем пустые слова. Это то, что для вас, по крайней мере, цыганский расклад видит как основа, основа вашего бытия, основа вашего счастья. И это подразумевает, как и прочные отношения, искренние отношения, так и буквально, может быть, порядок какой-то в доме вы будете устанавливать по-другому или благоустраивать своё жилище. Будьте внимательны. За вами как будто кто-то может наблюдать или просто ваша жизнь будет кому-то интересна. Выпадает карта маска. И поэтому карта советует, точнее, этот образ где-то и вам не рассказывать о себе много, не плодить, может быть, каких-то завистников, мои дорогие водолеи. Вы будете, в принципе, в центре внимания. Но помните, что счастье, как и удача, любят тишину. Потому что, когда выпадает маска, это всегда могут быть такие персоны, которые транслируют одно, а задумали другое. У вас кто-то будет, может быть, расспрашивать, а как у тебя дела, как у тебя дела по финансам, как у тебя в личной жизни. Кто-то может даже выпытывать. Но на самом деле человек может вам завидовать. А зависть, как известно, родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Так сказала не я, так сказал Борис Пастернак в романе «Доктор Живаго». Но, по моему глубокому убеждению, лучше про зависть еще никто не сказал. И у вас, вот посмотрите, наверное, все то, что касается личной жизни, семьи, благополучия, счастья, любви, у вас выпали все вот эти символы. Как и прочный союз, как и сам по себе дом, как и семейное счастье, личное счастье, какие-то новости. И выпадает в конце лебедь – это искренность, это верность, это любовь. Это когда мы с нашим партнером на одной волне, когда мы умеем понимать друг друга без слов, когда мы можем друг друга взаимодополнять. По крайней мере, даже если вы сейчас один или одна, ну, вот к такому союзу нужно стремиться, как будто такие отношения есть смысл и возможности, мои дорогие, построить вот за этот период. С июля, считайте уже, потому что 29 июня – это самый конец месяца. Так вот, с июля 2024 и по конец практически марта 2025 года. Но вот эти отношения или все то, что доброе, хорошее в вашей жизни есть, вам придется сохранять от злых языков, от завистников и где-то самому быть непроницаемым. Вы не можете расслабиться и, может быть, приходится одевать маски. Вам самим, мои дорогие водолеи, вам самим придется стать актером, даже если прежде вы за собой никакого лицедейства не замечали. Но, видимо, чтобы у вас все оставалось так надежно, так хорошо, уверенно вперед, не давать поводов для зависти. И как раз про личную жизнь где-то говорит королева чаш. Может быть, для кого-то это будет означать смена статуса через личную жизнь, мои дорогие водолеи. Давайте я дополню, сама достану карту. Могут быть и новости, кстати, тем более у вас выпадает молния. Молния та, которая при семейном очаге и при семейном счастье. Может быть, какое-то важное известие по части вас самих или родственников вашего партнера. Или, может быть, обстоятельства сложатся так, что вы будете с учетом внешних событий тоже что-то переделывать. Или, может быть, кто-то решится на переезд. Итак, давайте мы спросим, чего же будет касаться или на что обратить внимание. И нам снова про любовь, личную жизнь, мои дорогие водолеи. Или сама по себе карта выбора влюбленная. Вам придется сделать выбор у кого-то уйти от деструктивных отношений и попробовать построить новый союз доверительный и искренний. Для кого-то из вас определиться, может быть, и с работой. Все же у нас мы говорим, что выпадает семейный очаг, это олицетворение самого по себе дома. И для кого-то рабочие вопросы, когда вы работаете удаленно, и вместе у вас как бы совпадает и место вашего проживания, там же и личная жизнь, там же и работа. Это достаточно сложно все как-то обустроить и организовать. Но вот где-то сопряжено с выбором. Но этот выбор того стоит. По аркану влюбленной, безусловно, и сама по себе любовь проходит. Поэтому для тех, кто один или одна, с учетом абсолютно всех карт, есть возможность познакомиться. Но, опять же, все зависит от вас самих. Что же еще для вас будет важно? Второй старший аркан, иерофант. Тут что-то по судьбе. Иерофант это всегда традиции. Иерофант, также высокие учреждения. Значит, какие-то могут быть согласования по карте иерофант. Вы можете учиться, обучаться новому ремеслу, новым наукам. Или, может быть, просто как обустроить ваше личное дело. Или ваше ремесло творчества монетизировать, расширить ваши собственные границы, возможности. Они, безусловно, будут. Тут вот эта лестница, которая ярко символизирует именно восход, восхождение само по себе к новым возможностям. И счастливый человек, который показан нам в самом начале этой лестницы. Но он знает, что у него получится. Какая-то идея. Может быть, когда какая-то тема вас заинтересует, вы приложите определенные знания и сможете создать буквально какой-то шедевр. Тут ваша миссия, мои дорогие водолеи, да и время-то тоже ваше. Оно практически пришло. Не может быть, вот этот период лилит в весах, преамбула, начало каких-то ваших очень грандиозных свершений. По аэрофанту как раз такое и проходит. Это смена статуса тоже может быть. Давайте я достану еще одну карту. И при этом, при всем, мы должны кого-то простить. Может быть, те, кто нас обидел. И это будет важно, чтобы идти дальше. Чтобы нас где-то не разъедала досада, может быть, обида на людей. Или когда вас не понимали, мои дорогие водолеи. Когда вас не признавали, у кого-то и так проиграется. И, возможно, это был сложный период в вашей жизни. Но теперь вот какие-то негативные эмоции из прошлого. Или, мои дорогие, какие-то конфликты. Вот их надо разрешить, их просто исключить нужно из жизни. Потому что это есть как разрушительная сила. Не возвращаться мысленно к той ситуации, в которой вы уже прожили. Если был прежде действительно какой-то конфликт, есть возможность как раз его погасить, нейтрализовать. Будьте мудры. В этой колоде карт вороны. А вороны – это один из символов мудрости. И здесь ворон сидит на плече. Человек молодой схватился за голову. Он пытается решить какую-то проблему. И, по сути-то дела, нам говорят, уже освободись. Вот от какой-то, ну, может быть, как противостояния. Или каких-то доказательств. Иначе, если ты даже мысленно постоянно возвращаешься к прежней какой-то ситуации, ты этого не замечаешь, но она тебя изнутри где-то разрушает. Поэтому будьте мудры, мои дорогие. Видимо, для вашего прогресса совершенно необходимо как и оставить что-то позади, кого-то простить. И принять, что, ну да, вот есть какая-то данность, то, что мы не можем изменить. Ваша задача – идти вперед, а не застревать снова и снова в какой-то прошлой ситуации, которая не служит для вас прогрессом. Что же еще? Как совет. Ну вот свой дзен нужно хранить, это точно. И по королю чаш сбалансировать придется как минимум две сферы жизни. И действительно, личная жизнь, и, может быть, как заработки у кого-то дома. Или вопросы денег, вопросы материализации каких-то ваших проектов. или решения сложной финансовой ситуации. Там говорят, будь максимально реалистичен в своих желаниях. Сразу просчитай или создай себе какой-то план, который ты готов будешь корректировать в деталях, потому что реальность, она постоянно меняется. Меняются люди с их мнением или меняется какая-то объективность вокруг нас. И мы на это не влияем в плане изменить наши задачи, свой какой-то фарватер найти. Или правильно взаимодействовать со всем тем, что приходит в нашу жизнь или на наш порог. Так вот, король чаш – единственная карта, когда нам говорят, не смешивай эмоции и чувства, не клади все в одну корзину. И те вопросы, где нужны как раз не эмоции и чувства, а наоборот холодный расчет, холодная голова. И иначе, если все вместе смешать, где-то это, говорит, дополняет как раз значение пятерки мечей. И если в личной жизни какая-то была у вас, кстати, ссора, не время вспоминать. Есть возможность как раз примириться. Ведь, по сути, пятерка мечей – это первая победа, когда мы кому-то что-то доказывали или пытаемся доказать. А у человека другой взгляд на жизнь. И вопрос-то вот как раз эти весы, лилит в весах, дипломатия, баланс. Когда держать этот нужно баланс. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы что-то доказывать, а найти взаимопонимание. И по взаимопониманию, когда у нас все находится в гармоничном порядке, как и в нашей душе, ну, может быть, и в нашей голове, тогда мы более уверены, тогда мы одновременно более ресурсны. Поэтому разные энергии в нашей жизни присутствуют. Иногда нам нужно быть холодным рационалистом и логиком. Ну, а где-то ведь часто эта карта говорит о личной, опять же, жизни. Вот там нужно дать волю чувствам. Каков еще будет совет? А вы знаете, у вас действительно будет много возможностей. И как вы приготовите свое блюдо. Или аллегорически, конечно говоря, это в контексте той фразы, которую я вам сказала в самом начале до карт. Как вы реализуете какой-то свой проект. Как вы открыты миру, готовы учиться, использовать иррациональное. Но вы по этой части как раз, ну, флагманы. И только водолей может видеть мир глазами ребенка. Только, наверное, большинство водолеев помнят свою мечту с детства. Могут реализовать какой-то сумасшедший проект. Или могут реализовать то, что для других как будто закрыто за реальностью, за каким-то сумбуром мелких дел. Или когда что-то возвышенное, оно не видится из-за того, что много сегодняшних земных проблем. Но для вас как раз эта карта обозначает переход между прошлым и будущим. Да, для кого-то из вас она будет говорить конкретно. Ты сдашь экзамен, получишь какой-то документ, и ты будешь более востребованным на рынке труда. И у тебя, ну, последующий период будет как раз касаться больше материализма в плане заработков. Будут и возможности, и где-то тебе придется переключиться на решение денежных вопросов. Но иногда этот экзамен имеется в виду жизненный экзамен, мои дорогие водолеи. Или карта нам еще хочет сказать о том, что какая-то эпоха в вашей жизни уже как пройденный отрезок жизни закончился. И вы сейчас, вот в этот период, с июля по март 25-го года, вы, мои дорогие водолеи, находитесь как на развилке судьбы. И не случайно, кстати, аркан влюбленный, ведь мы сказали, это тоже выбор. И выбор делаете вы сами. И от того, каков будет этот выбор, будет и зависеть качество вашей жизни. Но посмотрите, в принципе, ведь нам говорят как раз о балансе, о дипломатии. Она вам буквально помогает во всех ваших делах, во всех ваших мечтах, планах и в личном счастье тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, и будьте любимы всегда.